Здравствуйте! Сегодня мы продолжим тему защиты баз данных, рассмотрим аутентификацию и авторизацию для автономных баз данных, еще раз остановимся на отслеживании изменений и рассмотрим безопасность данных и представление. Одна из значительных проблем с базами данных SQL Server состоит в том, что они трудно подаются экспортированию и импортированию. Базы данных можно присоединять и отсоединять от сервера, но при этом растрачиваются важные части и свойства присоединенных баз данных. Основной проблемой в таких случаях является безопасность базы данных в общем случае и учетные записи в частности, в которых после перемещения обычно отсутствует часть информации или же содержится неправильная информация. Решить эту проблему можно, используя автономные базы данных. Автономная база данных содержит все параметры и данные, необходимые для определения базы данных и изолирована от экземпляра Database Engine, на котором она установлена. Иными словами, база данных данного типа не имеет конфигурационных зависимостей ее экземпляра, и ее можно с легкостью перемещать с одного экземпляра SQL Server на другой. По большому счету, что касается автономности, существует три вида баз данных. Это полностью автономные базы данных, частично автономные базы данных и неавтономные базы данных. Полностью автономными являются такие базы данных, объекты которых не могут перемещаться через границы приложения. Частично автономные базы данных позволяют объектам пересекать границы приложения, в то время как неавтономные базы данных вообще не поддерживают концепции границы приложения. В SQL Server 2012 поддерживаются частично автономные базы данных. Все версии, которые были ранее данного сервера, являются неавтономными. На экране вы видите пример, как преобразовать неавтономную базу данных в частично автономную. Основная суть преобразования – это изменение базы данных, например, базы MySample с установлением параметра Containment равного портала. Все остальные параметры инструкции являются вспомогательными для выполнения вот этой команды. Здесь, в основном, выполняются системные процедуры. Эту команду просто необходимо будет запомнить. Как же осуществляется управление, авторизация и аутентификация для автономных баз данных? Мы сказали, что пользователи автономной базы данных не привязаны к регистрационному имени, так как они не имеют внешних зависимостей. Привязку нужно будет делать в другом месте, не в регистрационном имени. Как создать пользователя автономной базы данных? Для данной базы MySample создается пользователь под именем MaryA с паролем X1, X2 и так далее. Автономная база данных MySample, для которой создается пользователь, была пересоздана только что у нас на примере из неавтономной. Если мы попытаемся такого пользователя создать в обычной базе данных, то наша попытка завершится ошибкой с выводом такого сообщения. То есть сообщение 33, весит 33, уровень 16, состояние 1, строка 2. В автономной базе данных вы можете создавать только пользователя с паролем. Пользователь, сопоставленный с регистрационным именем входа в SQL Server, преобразовывается в пользователя с паролем автономной базы данных посредством хранимой процедуры SP Migrate User-to-Container. Эта системная процедура отделяет пользователя от исходного регистрационного имени входа в SQL Server, что позволяет управлять такими параметрами, как пароль и язык по умолчанию, отдельно для автономной базы данных. Данная системная хранимая процедура удаляет в зависимости от конкретного экземпляра компонента DataPaste Engine и применяется для перемещения автономной базы данных на другой экземпляр сервера. Как применяется данная системная хранимая процедура? В конкретной базе данных MySample вызывается выполнение этой хранимой процедуры, указывается имя пользователя, ренейм и изменение логина. Здесь выполняется миграция регистрационного имени входа в SQL Server Mary-A. Пользователь с паролем автономной базы данных. При этом имя пользователя не меняется, ренейм не происходит, и не меняется имя входа. Слогин тоже не меняется. Отслеживание изменений означает документирование всех операций, вставок, обновлений, удалений, применяемых таблицам базы данных. Реализуется с помощью использования триггеров или используя систему отслеживания измененных данных. Целью системы отслеживания измененных данных является создание журнала-аудита. Как использовать триггеры для создания журнала-аудита, мы уже знаем. Еще раз посмотрим, например. Здесь создается таблица аудит-баджет. Данная таблица – это не физическая таблица, вернее, она физическая, но это не таблица базы данных. Это таблица, которая будет у нас будущим журналом аудита. Здесь мы будем сохранить все действия, которые происходили с базой данных. Эта таблица состоит из полей «Project Now», «User Name», «Date», «Budget All», «Cold» и «Budget New». Для этой таблицы, чтобы заполнить этот журнал-аудита, мы создаем триггер, который сработает после изменения таблицы «Project». Если изменено значение поля «Budget», «Budget» из таблицы «Project», тогда создаются три дополнительные перемены. Это «Budget All», «Budget New» и «Project Number». «Budget All» примет значение из таблицы «Deleted», а мы знаем, что «Update» – это две операции. Это операция «Deleted» – сначала удаляются старые данные, потом операция «Inserted», то есть создаются новые данные. И одновременно создаются временные таблицы «Deleted» и «Inserted». Из таблицы «Deleted» выбираются данные с лобца «Budget», то есть то, что было удалено в процессе изменения. И эта строка, эти данные записываются в «Budget All». Затем из таблицы «Inserted», то, что вставилось в новое значение бюджета, выбирается и записывается в переменную «Budget New». Также записывается значение поля «Project Now», чтобы знать конкретно, какая запись изменена, и с таблицы «Deleted». Эта выборка записывается в переменную «Project Now». Далее, это все про вспомогательные действия. Теперь основное действие. На журнал «Audit», «Audit Budget» мы вводим данные. Конкретно «Project Number», то, что мы получили. «User Name Get Date» – это мы возьмем из основной таблицы. «Budget All» – старые записи. «Budget New». Это первый способ. Второй способ – это механизм отслеживания измененных данных. Данный механизм позволяет видеть изменения в процессе их возникновения. Основной целью, как мы уже сказали, является создание журнала «Audit», в котором фиксируется, кто и когда изменяет какие данные. Но этот журнал также можно использовать для поддержки параллельных обновлений. Суть параллельных обновлений заключается в следующем. Если приложение намеревается модифицировать строку, система отслеживания измененных данных может проверить информацию в журнале изменений, чтобы удостовериться в том, что эта строка не подвергалась изменениям после последнего ее изменения этим приложениям. Следует учитывать, что система отслеживания измененных данных предоставляется только с версиями SQL Server, Enterprise и Developer. Прежде чем для таблиц можно создавать экземпляры отслеживания, для базы данных, содержащей эти таблицы, требуется разрешить возможность отслеживания измененных данных. Данное разрешение осуществляется с помощью системной процедуры SysSPCDNableDB. Это для базы данных. Разрешение возможности отслеживания измененных данных можно дать и для конкретной таблицы. Тогда наша системная процедура будет иметь вид, вместо DB добавлено Table. При этом указывается, что это DB, база данных, схема, то, что конкретно таблица будет под именем works-on, и роль это CDC-админ. Например, мы только что создали для таблицы works-on разрешение на отслеживание изменений. Теперь изменим содержимое таблицы works-on, добавив три строки. Строка с записями 10.102, строка с записями 9.031 и 29.346, и остальные данные. Теперь для того, чтобы проверить, что у нас изменилось, мы должны сделать запрос для отображения измененных данных. Как мы знаем, для доступа к данным, связанной таблицей изменений, создается, по крайней мере, одна возвращающая табличное значение функция. В данном случае мы выборку сделаем из этой системной функции. Имя этой функции строится как конкретинация двух имен. Имя таблицы, которые мы хотим посмотреть, и системное имя CDC-FUN, CDC-GET-ALL-CHANGE. Здесь мы указываем, что именно мы хотим посмотреть. Результат выполнения данного запроса на экране, то есть все, что мы ввели, оно также отображается в нашей таблице, которая является таблицей, которая содержит в ней все измененные данные. Также связаны базы данных и представления. Мы знаем, что представления – это не физические таблицы, это виртуальные таблицы, которые построены на основе физических таблиц. Также знаем, что целью использования представлений может быть, во-первых, ограничение использования определенных столбцов и или строк таблиц. Во-вторых, скрытие подробностей сложных запросов. И третьих представлений используют для ограничения вставляемых или обновляемых значений определенными диапазонами. Наложение ограничения на использование определенных столбцов и или строк означает, что механизм представления обеспечивает управление доступом к данным. Например, если какая-то таблица содержит столбец, который нежелательно видеть всем пользователям, то можно создать представление для всех пользователей, например, критвье представление, которое будет содержать из необходимой нам таблицы только те столбцы, которые можно будет предоставить всем пользователям. То есть мы как бы разграничили пользователей на две группы. Одна группа может, у которых более высокие права доступа, может непосредственно работать с таблицей Project, то есть будут доступны все значения, все данные. Другая группа, она будет работать только с отдельными столбцами, с отдельными полями этой таблицы. И эта группа будет работать непосредственно не с таблицей Project, а с представлением, построенным на основе этой таблицы. Как можно ограничить пользователя доступом только к своим ставкам? То есть он не может посмотреть данные других пользователей и лишь посмотреть то, что он сам изменил, ставил. Для этого нужно сначала изменить, модифицировать нашу таблицу, например, таблицу Employer. В этой таблице добавляется поле User Name. Это поле по умолчанию будет иметь значение System User. То есть в таблице каждый раз будет отображаться имя пользователя, кто работает с данной таблицей. Далее создается представление, которое из таблицы Employer выбирает в столбце AppNow, AppName, AppLame, AppName, AppName. Но условия для выборки этих строк User Name, System User, то есть это по умолчанию, либо же User Name, Raiver и имя пользователя. В данном случае пользователь с именем, например, System User, будет иметь доступ только к определенным столбцам и только к своим записям. Для того, чтобы ограничить доступ к строкам и столбцам, мы явно перечисляем столбцы, из каких таблиц могут быть доступны пользователям. И для ограничения строк мы указываем V, значение строк. Тут двойное ограничение, то есть таблицы должны быть связаны. Мы говорим, что AppName равняется в таблицах Employer и WorkSone. И имя, анализ. Вернее, имя работы или название работы анализ. Таким образом, мы с вами рассмотрели понятие защиты данных в базах данных. Сказали, что основными концепциями безопасности являются такие концепции, как аутентификация, шифрование, авторизация, отслеживание изменений. На экране вы увидите вопросы для самоконтроля, на которые вы должны уметь ответить. Данная лекция у нас, данная тема изучалась в течение трех часов. На этом изучении темы теоретическая мы завершаем.